Вера или магия? Духовная жизнь или оккультизм? Что доставит душе человека желанное счастье? Ванга Кто не обижается, мы никого не собираемся поливать грязью, обзывать, мы просто скажем то, что есть. Горька, конечно, правда, но лучше, чем сладкая ложь. Экстрасенсорные способности появились у Ванги после травмы. Ее схватил ураган, унес в поле, глаза оказались повреждены, ни бабки, ни гадалки не помогли, она вскоре ослепла. И вот у нее открылись эти как бы необычайные способности, как бы провидеть прошлое, предсказывать будущее, определять заболевания людей. То есть необычные способности появились не от духовного делания, не от жизни по заповедям Христа, а от стресса, травмы, испуга, когда случился какой-то сбой. Если сломлены двери незащищенной души, туда легко прорвется, чего не ждешь. Племянница Ванги, Красимира Стоянова, подробно описывала жизнь своей тети. И вот однажды Красимира общалась с ней, и вдруг Ванга заговорила не своим голосом, как будто кто-то другой завладел ее устами. Этот голос сказал племяннице, вот, мы тебя видим, и пересказал все, что она делала в этот день. Когда же Ванга пришла в себя, то пояснила, что это не от нее самой. О, сказала она, это силы, маленькие силы, которые всегда рядом, но есть и большие, которые ими командуют. Когда они решаются заговорить моими устами, мне становится худо, и после этого целый день я не могу прийти в себя. Вот это чувство угнетенности, в котором признается сама Ванга, безошибочно указывает на то, кто же ей являлся, да еще во множественном числе. И после этого становится худо, плохо. Красимира Стоянова описывает, как Ванга общалась с потусторонним миром. Это вот такие типичные опыты медиума. Она говорит, лишь иногда мы не могли понять, почему наша тетя бледнеет, почему ей внезапно становится плохо. И из уст ее неожиданно раздается голос, поражающий нас своей силой, непривычным тембром, словами и выражениями, которых нет в обычном словаре Ванги. Она вдруг заговорила со мной незнакомым голосом, от которого у меня мурашки по спине побежали. Из сохранившихся сведений о Ванге видно, что она ничего не знала о возможности самообольщения, о том, что обманывать могут не только люди, но и невидимые сущности из мира иного. Ванга как будто не замечала, что есть дьявол, обманщик и клеветник, а значит, есть и обольщение со стороны невидимых духов. Ей что-то открывалось, кто-то ей что-то внушал, завладевал ее телом. Это ведь фактически одержимость, и потому ей самой становилось плохо, а присутствующих рядом пробирал животный страх. Но то, что эти невидимые сущности, открывающие человеку какие-то тайны, могут быть демонами-обольстителями, сама Ванга никогда не догадывалась. Кому из святых людей приходили сверхъестественные способности только лишь потому, что их ураганом прокатило по земле, зашибло каким-то предметом? «Подлинные духовные дары не от страхов и стрессов. Святые своей духовной жизнью приближались к Богу, и ради их смирения и чистоты сердца. Бог подавал им свои благодатные дары». Ванга была вне этого пути, и она сама не могла толком объяснить своих способностей. Поэтому в ее взглядах много всякой мешанины. Она положительно относилась к теософии Елены Блаватской, к учению Рерихов. Это все антихристианские направления. Она верила в реинкарнацию. В общем, обычный набор оккультных бредней. Образ, который создан в лице Ванги, это как бы бесовская пародия, карикатура на нашу святую старицу, блаженную Матрону Московскую. Святая Матрона до конца жизни верна была православию, хранила чистую веру во Христа и помогала людям освобождаться от оккультных влияний. Если мы хотим избежать обольщения, вместо сомнительных ясновидящих обратимся к нашим святым. Забудем про какие-то там мифические пророчества Ванги. Господь никогда не оставит нас. Молитесь блаженной Матроне Московской, ходите к ее святым мощам, и всякое темное искушение обойдет вас стороной. Спаси всех, Господь! Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok